Я приветствую новобранцев и ветеранов в игре Эндлиста. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, товарищи! Вчера вышло обновление, которое привнесло нам довольно много всяких интересных изменений, о которых я, конечно же, расскажу. И вчера я, получается, бегал, играл, записывал, всё это смотрел, поэтому мысли переварил, с ними переспал. И, соответственно, как бы есть вам чё рассказать, есть какими мыслями поделиться. Поэтому присаживайтесь поудобнее, стопудово будет, естественно, интересно, так что погнали! Если вдруг вы давно не заходили в Эндлистед, то знаете, есть такая у нас компания, Нормандская, и есть знаменитый день Д, когда ты высаживаешься на пляж доблестными союзниками. И, конечно же, на этом пляжу бывает очень потненько, и всех там немцы ось убивают. И теперь в режим вторжения в Нормандии добавили ещё одну операцию, где вы тоже высаживаетесь на пляж, но уже как бы с другой стороны. И вот здесь будет кусочек видео, как это всё происходит. Как пишут разработчики, вы попадёте на другой участок берега в операции Нептун, и по ходу сражения окажетесь в районе уже знакомого города Вер-Сюр-Мэр. На самом деле, действительно, эта карта у нас присутствует в режиме захвата, захвата точек, ну и также в режиме штурма эта карта была, когда пять точек нужно захватывать, там по две. А теперь добавили просто ещё высадку как бы на пляж, такая как бы вариативность изменилась. Ну а дальше уже все остальные как бы места вы уже знаете, и заканчивается это всё захватом особняка. В общем, ребятки, сейчас, наверное, не будет разбора этой карты, что, как, где проходить, куда лучше респ поставить, как лучше обойти и вообще выбраться с этого пляжа. Это, наверное, нужно делать в отдельном видео. Если вы хотите, чтобы такое видео вышло, то напишите в комментах, типа, да, сделай обзор на новую карту, я хочу понять, где мне лучше идти. Ну и, естественно, если таких комментов будет много, я это сделаю. Ещё что я хотел сказать про эту карту. Несколько раз я попадал, я вчера довольно долго играл в Нормандии. Если попадётся такая довольно неплохая, сильная, да, вражеская команда, с пляжа выйти вообще почти вариантов нету. Если летает бомбер и кроет песок, плюс пулемёты и танки там стоят, да, где-то позади, всё, писец, вообще не выйдешь оттуда. Короче, это ещё один котлован, в котором, когда начинаешь проигрывать, начинают пуканы гореть. Я думаю, вы прекрасно знаете, с таким сталкивались, может, друзья так есть. Я вот вчера с друзьями играл, как начали проигрывать, у них сразу жопы сгорели, начали кричать, что за карта, здесь невозможно играть, нас убивают. Вот в этом и прикол, в этом и интерес, чтобы через страдания и боль оттуда выбраться, потому что когда ты выбираешься и всех убиваешь, побеждаешь, вот тогда кайф. Небольшая рекламная вставочка. Играйте с ноутбука или слабого компьютера в 30 фпс или ниже? Хотите нормальной графики, но из-за майнеров не можете собрать мощный комп? Выход простой. Облачный гейминг, за которым будущее уже сейчас выдаёт картинку Full HD и 60 фпс на максимальных настройках в любой игре. Если хочешь поиграть с лучами RTX, например, в Метро Исход, и это тоже можно. Что же для этого тебе нужно? Просто перейди по ссылке из описания, установи GFN и радуйся жизни. Картинка из облачного ПК будет просто передаваться на твоё устройство, и не нужно думать о железе, что твоя видеокарта сгорит, или процессор перегреется и так далее, тому подобное. А если тебе нужна моя помощь в регистрации, то на моём канале уже есть ролик про это, ссылка на который, конечно же, в описании. Спасибо, что смотришь меня. Удачи! Короче, идём дальше. И, ребятки, я буду рассказывать не прям, как это всё в почтноуте написано, что-то своими словами, и не по порядку буду следовать. Я буду рассказывать о интересном, на мой взгляд, да, вы знаете, вы помните. Короче, искусственный интеллект бойцы, ИИ. Сколько мучений с этими отрядами, это вообще ужас, и никак они не допилят, не сделают, чтобы эти бойцы нормально бегали и нормально прятались в окопы. Короче, что было замечено? Вообще прям ярко это видно. Твои бойцы теперь, когда что-то где-то перелазят, они подпрыгивают. Они им добавили прыжки, они теперь прыгают. И такое ощущение, что они себя ведут, как будто бы игроки под них косят. Там бегут, могут подскочить, как попрыгунчик. В общем, ерунда какая-то. Также они писали, что вроде бойцы там должны опять лучшие укрытия использовать, еще что-то. Короче, все то же самое. Также они из окопов влазят, укрытия они также не используют, они также дохнут. Все то же самое. Поэтому в этом плане просто мы пока что закрываем этот вопрос, да. Потому что просто понимаете, что все то же самое. Ничего особо не изменилось. Только вот они скакать начали. Если следите за моими видосами, то помните, когда ввели они время между залпами артиллерии, увеличили с 30 секунд до 48. Я тогда еще рассуждал, что ну лучше бы до 60 вообще сделали, было бы классно. И в этом обновлении, смотрите, они делают теперь время между арт-залпами 60 секунд. Для тех, кто не понимает, как это 60 секунд, типа у меня почему 4 минуты. Ребят, имеется в виду прокачанный отряд именно артиллеристов. Он может кидать каждые 60 секунд. Далее, время подготовки всех пристрелочных выстрелов, как здесь написано, увеличено на 5 секунд. То есть раньше ты когда кидаешь точку, куда будет арт-обстрел производиться, какое-то время происходит, да, точка, ну светится она на карте. То есть если у тебя там есть отряд, то ты мог спокойно выбежать. Теперь время, когда ты ставишь, да, метку, типа куда ты бомбишь, еще к этому времени, пока прилетали раньше снаряды, еще плюс 5 секунд. То есть теперь, если ты видишь это все на карте, очень легко из этой зоны убежать, обойти и ничего тебе не будет. Ну и самое интересное, теперь арт-удар может наноситься только одним игроком команды. То есть если кто-то вызвал арт-удар и идет бомбежка, вы в это время не можете отправить свою артиллерию тоже обстреливать там где-то тот же самый квадрат или рядом. То есть теперь уже так не получится, да, прям толпой, ребятами собрались и бомбите по КД постоянно-постоянно врагов. Теперь только вот арт-удар один за другим. Хорошо это или плохо, давайте немножко порассуждаем. То, что КД 60 секунд, я считаю это хорошо. В принципе, если вы бегаете другими отрядами, у вас есть артиллерист, для вас вообще особо ничего не поменялось, потому что вы раз в 4 минуты один раз кидали, вы и так же будете кидать. То есть вы этого особо не заметите. Это заметят те, кто именно играл на артиллерии, постоянно на артиллеристах. Для них, да, для них это боль, для них это печально. А то, что только один арт-обстрел на команду сразу доступен, ну это скорее всего будет больно тем, кто в патике собирался с артиллеристами и там вместе они бомбили. А так в целом, не сказать, что там прям если ты хочешь прокинуть арту, не сказать, что прям это все грустно и печально. Ну идет арт-удар, подожди там 5-10 секунд, да, и потом уже свою арту кидаешь. Как бы в этом плане проблем нету. В общем, ребятки, на мой взгляд, артиллерию сейчас привели в порядок, вроде более-менее все хорошо. Теперь бы разработчикам еще подумать, что делать с бомберами. Я, конечно, могу немножко намекнуть, какие у меня есть гениальные мысли. Все очень просто, чтобы по 250 килограмм на голову каждые 30 секунд не падало с бомберов, у которых по 6 таких бомб, небольшой намек. Можно же сделать намного проще. Точка, где пополняется боезапас, ее можно же отодвинуть там километров на 5. И получится, что надо дольше, намного дольше лететь туда, обратно пополнять боезапас. И, соответственно, частота прокидки бомб, она станет реже. И, соответственно, уже бомберы не так будут бесить и не так они будут имбово выглядеть. На самом деле, это, понятное дело, не моя идея. Разрабы, вы классно придумали. Вот жду это изменение в следующем патче. Ну и раз я про авиацию немножко сказал. Знаете, такой самолет БФ-109 G6. И у него была одна бомба на 250 кило. Очень круто можно было ей прокинуть где-нибудь, ну, примерно по началу боя, если идет какой-нибудь штурм союзников. И неплохо там человек по 10, по 15 можно было валить. А теперь изменили. Теперь у него не 250 кг бомба, а повесили 4 по 50. Видимо, для баланса так сделали. А теперь, ребятки, хочу про танки поговорить. Когда я взял бронетехнику, я просто офигел. Ты, грубо говоря, постоянно теперь видишь из танка, да, если ты смотришь наводчиком. Ты постоянно как будто бы смотришь через снайперский прицел, как это раньше было. Ну, написали они, что добавлены исторические углы обзора и кратности прицелов для всей бронетехники. То, что они как бы за историчность топят, это хорошо, это плюс. Я катался на танках союзников, понятное дело, да, это все смотрел. Очень крупно теперь все выглядит, как будто бы ты постоянно в прицеле. Но при этом ты можешь еще на правую кнопку мыши еще больше увеличить обзор себе и стрелять куда-то вдаль очень прицельно. А теперь порассуждаем давайте. Это плюс? Это, конечно, плюс. Стрелять удобнее. Ты теперь можешь выцеливать на большие дистанции различные там технику врага, еще там что-то. Но минус в чем, получается, у тебя ты теперь по бокам вообще слепой. Если можно было хоть как-то немножко кого-то заметить, теперь у тебя угол наблюдения, получается, еще уже становится. И получается, для пехоты танки представляют еще меньше опасности, если такие танки, конечно же, все ближе и ближе подъезжают. Поэтому все-таки танк постепенно-постепенно более-менее становится скиллозависимым видом техники. И нужно теперь куда-то не лезть, потому что ты не видишь, кто тебя сбоку может со взрыв пакетом оббежать. Надо вот как-то со стороны стоять, постреливать, прокидывать по важным местам. Ну и, соответственно, будет вам победа. Далее. Гениальную идею разработчики все-таки реализовали. Давно это нужно было сделать. Слава богу, это произошло. И опять-таки все, здесь можно вопрос закрывать. Теперь все отлично. Инженеры. Теперь вот построил ты респ, да? Убежал куда-то далеко. Теперь тебе не надо там на какую-то специальную кнопку вызывать, ломать респ или бежать назад, респ ломать. Ты просто берешь, начинаешь новый ставить. Тебе показывает желтым цветом. Если респ ты ставишь, он желтым подсвечивается. Это значит, что при установке этого респауна у тебя предыдущий просто сломается. И это по кайфу. Это реально классная мысль. И все, пускай так и остается. Все, больше как бы претензий к инженерам нет. Ну и, в общем, ребятки, много еще там различных исправлений, добавлений. Можете зайти на сайт, почитать патчноут. Но, в целом, обо всем таком, наверное, самом крупном, я рассказал. Если вдруг я что-то пропустил важное, то в комментах, конечно же, меня дополните. Правильно же? Правильно, я думаю. И там, если что, напишите. Я вам сердечко поставлю. Все будут видеть ваш комментарий. Значит, я специально пропустил режим бойцы-одиночки. Не буду я о нем говорить в этом видео. Потому что я буду делать, скорее всего, отдельно вообще видео с разбором режима бойцы-одиночки. Его очень серьезно переделали. И поэтому в контексте просто обзора я уже не буду этим заниматься и все разбирать. В общем, про бойцов-одиночек будет отдельное видео. А на этом я закончу. Спасибо, что смотрите и ставите лайки. Давайте покедово увидимся на полях сражений.